Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Криптовалютный рынок посыпался вслед за биткоином, все кроме Shiba Inu, которая за сутки снова растет почти на 40%. Почему же? Что происходит? Поговорим об этом. Кроме этого, посмотрим на ключевые цели для биткоина в ближайшее время и закончим историей, о которой никто не говорит. Кроме меня. Поэтому, если тебе нравится мой контент, не забудь поддержать его лайком, это помогает ему распространяться, а мне находить мотивацию для создания новых видео. Большое спасибо за поддержку. Итак, весь рынок падает, а Shiba растет, причем по отношению к биткоину она выросла почти на 50%. Для этого есть три причины. Первое, принятие Shiba Inu, например, во Франции. Второе, увеличение количества торговых площадок, где торгуется Shiba Inu. Так у нее, например, появился доступ на рынок с одним миллионом трейдеров. И, наконец, третья причина – это расширение списка партнерств. Начнем с третьей причины. У себя в официальном твиттере Shiba сообщила, что рада объявить о том, что летит на Марс, и это не кликбейт. Они заключили партнерство и спонсорство с Nexus Aurora. Эта компания занимается тем, чтобы прямо сейчас колонизировать Марс. Пока у всех это вызывает лишь снисходительную улыбку, они трудятся на тем, чтобы это стало реальностью. Shiba пишет, мы только что достигли новых высот не только в плане цены, мы рады объявить о новом партнерстве с Nexus Aurora. Они взяли курс на колонизацию Марса, и нам это очень нравится. А мы знаем, что сообществом таких криптовалют, как DoggyCoin и Shiba Inu, очень нравится космическая тема. Кроме этого, биржевая база Shiba тоже расширяется. Все больше бирж добавляют токены экосистемы Shiba, о которых мы уже говорили. Это Bone Token и Leash. Теперь они легко могут быть куплены в Великобритании с 27 октября этого года. А это огромная новая аудитория, которая потенциально может быть вовлечена в экосистему Shiba Inu. Кроме Bone Token и Leash, и сам Shib тоже сегодня нашел новый для себя рынок. 17 часов назад Shiba Inu была добавлена в торговое приложение с аудиторией более миллиона человек. Добавление в это приложение поспособствовало бурному росту Shiba сегодня на фоне общего падения рынка. Интересно то, что Илон Маск вчера заявил, что не владеет Shiba Inu, но сообществу Shiba на эту новость оказалось все равно. Что было бы с DoggyCoin, если бы Илон такое написал о нем? Это еще один момент, который отличает Shiba от DoggyCoin. Кроме этого, во Франции теперь принимают Shiba Inu. Это уже способ использования, раз, и массовое принятие, два. Теперь в некоторых ресторанах ты можешь оплачивать свой обед с помощью Shiba Inu. Вот тебе и мемная криптовалюта, посмотри, Shiba Inu принимается здесь. И, наконец, Shiba Army создала петицию, обращаясь к PayPal. Суть петиции в том, чтобы PayPal начала принимать Shiba Inu на своей криптоплатформе. В этом году PayPal уже запускал собственные криптоплатежи на территории США и Великобритании, например. На данный момент они работают с такими криптовалютами, как Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin. Теперь армия Shiba Inu хочет, чтобы и Shiba Inu тоже была доступна в PayPal. Петиция набрала уже более 55 тысяч подписей. При достижении 75 тысяч она станет одной из самых популярных среди всех петиций на Change.org. Я оставлю ссылку на эту петицию в описании. Если ты захочешь ее подписать, переходи и подписывай. На данный момент мы ожидаем возможного листинга Shiba на Robinhood. И петицию об этом уже подписал около 300 тысяч человек. А также потенциально мы можем ожидать реакции от PayPal на Shiba Inu в ближайшем будущем. А теперь к Bitcoin. Bitcoin изо всех сил пытается удержаться выше этой средней линии по CPR. И пока что мы находимся выше нее. Это означает, что эта линия пока что отрабатывает себя сильнейшей поддержкой. Но что же будет дальше? При каких условиях можно считать, что булран биткоина уже закончен? На эту тему высказался известный биткоин аналитик Бенджамин Коэн. Всего лишь полчаса назад он выложил это видео. И я хочу посмотреть его вместе с тобой. Конечно же с моим переводом, чтобы было понятно всем и каждому. Всем привет и добро пожаловать в криптовселенную. Сегодня мы поговорим про биткоин и его ключевые цели. Если вам нравится контент, оцените его пальцем вверх и подпишитесь на канал. Итак, биткоин сейчас торгуется ниже 59 тысяч долларов. Мы были на этих уровнях совсем недавно. Но сейчас я хочу обратить ваше внимание на ключевые средние скользящие, о которых мы время от времени говорим. Конечно, когда цена растет, они не совсем важны. Но вот на откатах и коррекциях всегда интересно, на каких уровнях они находятся. Ведь именно от них потенциально мы можем отскочить. Поэтому это очень важно, чтобы вы были полностью готовы. Первое, на что мы посмотрим, это 20-дневная скользящая. От этой линии мы отскакивали множество раз в прошлом. Когда это происходило, обычно это приводило к хорошим 15-20% роста. Когда мы отскакивали от 20-дневной. Но сейчас мы уже находимся ниже нее. Но день еще не закрылся. И есть шансы закрыться выше. И если мы закроемся выше нее, а это выше 59 тысяч 700 долларов, мы сможем увидеть 15-20% роста. А это означает новый исторический пик для биткоина. Если мы упадем ниже 20-дневной и закроем свечу там, то есть еще ключевые цели, за которыми нужно следить. Худший сценарий заключается в падении до ключевого тренда. Как мы видим, здесь множество места для падения. В идеале мы не должны упасть ниже этого уровня вообще никогда. Я знаю, звучит безумно. Я говорю про уровень 40 тысяч долларов. Конечно, есть шанс пробиться ниже. Но, исторически говоря, когда мы удерживали эти линии на самых нижних поддержках бычьих рынков, мы никогда не уходили ниже их ценовых отметок в будущее. Например, вот здесь эти скользящие удержали коррекцию. И даже в грядущем медвежьем рынке самые брутальные падения цены не смогли преодолеть эти отметки. Вы можете увидеть, что в любое время, когда биткоин удерживал эти линии, в исторической перспективе цена больше никогда не возвращалась к этим отметкам. Поэтому, если мы удержим цену в 40 тысяч долларов, это будет означать, что биткоин все еще находится в восходящем тренде. Но если мы уйдем ниже, что ж, это будет плохо для всего этого рыночного цикла. И, наконец, в начале месяца я выкладывал отрывки из интервью Кевина О'Лири, в которых он рассказал о том, почему, по его мнению, в биткоин вольют триллионы долларов благодаря секретному способу его использования. Мне стало интересно, я решил покопать еще глубже того, о чем поведал сам Кевин, и нашел кое-что, что можно считать подготовкой к этому. Сначала я нашел достаточно подозрительный твит на эту тему. Bitcoin Archive пишет, Инвестиционные консультанты, что зарегистрированы в SEC, управляют более чем 110 триллионами долларами. Теперь они могут покупать биткоин ETF по всему миру с помощью брокера Interactive Brokers. Интересно, что об этом не говорит ни один известный мне крипторесурс. Interactive Brokers, оказывается, может вполне законно с конца октября поставлять цифровые активы инвестиционным фонд-менеджерам, которые зарегистрированы в SEC. Я нашел целую статью об этом от 18 октября 2021 года. И я бы назвал описанное в ней катализатором, но замедленного действия для цены биткоина. Bitcoin ETF это круто, Bitcoin Futures ETF США тоже, но вот эта история – это просто пушка. Ведь она влияет на цену биткоина не краткосрочно, а долгосрочно, постоянно привлекая новых клиентов в биткоин. Финансовые консультанты, управляющие 110 триллионами долларами, теперь могут предлагать своим клиентам криптовалюту через Interactive Brokers. Если Bitcoin Futures ETF был быстрым триггером, который повлиял на цену буквально за один день, то это станет триггером пролонгированного действия, который будет влиять на цену биткоина годами, будет множество лет подряд привлекать новых инвесторов в криптовалюту. Глобальная инвестиционная компания Interactive Brokers объявила в понедельник о запуске торговли криптовалютами для зарегистрированных инвестиционных консультантов США. Это позволит им торговать и хранить биткоин, эфириум, лайткоин и биткоин кэш от имени клиентов. Они смогут управлять криптопортфелями своих клиентов так же, как традиционными инвестициями, акциями, облигациями, опционами, фьючерсами и биржевыми фондами ETF. Что это вообще значит? Это значит, что если ты зарегистрированный инвестиционный консультант, ты проанализируешь будущее и скажешь своему клиенту, «Да, я еще не очень понимаю эти криптовалюты, но я вижу, куда следует тренд». Поэтому, если я размещу часть твоего портфеля в криптовалюте, думаю, мы не упустим этот тренд. Вот что он скажет. И сегодня он может это сказать, потому что ему это дозволено. С сегодняшнего дня он может предлагать криптовалюту своим клиентам. Лично я думаю, что 1-2% крипты в портфеле – это вовсе не безумие, а здоровая диверсификация с точки зрения зарегистрированных инвестиционных консультантов. Хотя на их месте я бы вкладывал не 1-2%, а хотя бы 10-20%, но я просто криптопомешанный. Если же они хотя бы 1-2% будут размещать в криптовалюте, это будет большим событием для всего крипторынка. Под их управлением, напомню, более 110 триллионов долларов. Даже 10% от этой суммы будет достаточно, чтобы биткоин сравнялся с капитализацией золота. Сколько же таких инвестиционных консультантов, зарегистрированных в СЕК, получили возможность выйти в мир цифровых активов через интерактив брокерс? Таких около 14 тысяч, а количество их клиентов достигает 61 миллиона в 2020 году. Сейчас, я думаю, их еще больше, а суммарно они контролируют активов на сумму в 110 триллионов долларов. И, наконец, десерт. То, о чем мы говорили, что в будущем каждый этот управляющий предложит своим клиентам разместить хотя бы небольшой процент в криптовалюте. Стив Сандерс, исполнительный вице-президент по маркетингу и разработке продуктов Interactive Brokers, сказал, «Выделение небольшого процента активов в криптовалюту в рамках хорошо диверсифицированного портфеля неуклонно становится все более обычным явлением, и теперь консультанты смогут рекомендовать криптовалюты и своим клиентам». «Инвестиции в криптовалюту со стороны клиентов крупных инвестфондов становятся все более обычным явлением», говорит представитель Interactive Brokers. Вот прямой текст, цитата, «Подтверждение всем нашим предположениям». Это очень большая история, о которой почти никто не говорил. Я лично нигде не видел, чтобы это кто-то комментировал. 110 триллионов долларов. Достаточно всего лишь 10% от этой суммы, чтобы биткоин достиг 11 триллионов долларов как золото. 11 триллионов долларов капитализации. Сколько же биткоин будет стоить при капитализации в 11 триллионов и при доступном предложении монет около 19 миллионов. Он будет стоить 526 тысяч долларов. 526 тысяч долларов звучит просто нереально. Но ведь биткоин – это цифровое золото. Это лучше, чем обычное золото. А капитализация золота только лишь в 10 раз больше, чем у биткоина. Биткоину нужно вырасти всего лишь в 10 раз. После того, как он вырос в десятки, сотни тысяч раз, сложно ли ему будет вырасти в 10 раз? Так что я думаю, что это может быть когда-нибудь и случится. Поверь мне, я как холдер только за. На этом все. Меня зовут Богатейщий Ди. Чертовски сегодня устал, поэтому попрощаемся быстро. Просто подпишись на канал Телеграм, ссылка на который в описании под видео. Поделись видео с друзьями, прокомментируй. Обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»